Здравствуйте! Это новости Дагестана в студии Джамиля Шарипова и коротко о главных темах. СНЮС могут запретить на законодательном уровне. Депутаты Кировского района намерены обратиться с инициативой в Народное собрание. Дагестанский мед – лучший в мире. О секретах пчеловодства из Явашинского района расскажем сегодня в выпуске. Более 30 операций на бесплатной основе. Итоги благотворительной акции подвели министра Республики. Потребительские цены на товары, услуги и продукты в Дагестане с начала этого года выросли на 2,4%. Об этом сообщают в региональном органе госстатистики. Только в октябре наблюдалось сезонное удорожание плодовощной продукции на 2,6%. За месяц больше всего подорожали огурцы на 20%, бананы на 14%, апельсины, помидоры, груши, виноград. Одновременно подешевели яблоки, морковь, капуста белокочанная свежая. В среднем на 2,2% поднялось в цене мяса говядины. По суточной аренде квартир в России попало под запрет. Соответствующее постановление правительства подписал Дмитрий Медвезел. Об этом сообщает московский комсомолец. При этом сдавать квартиру в долгосрочную аренду хозяин по-прежнему может. Но арендатор в таком случае должен зарегистрироваться по месту пребывания. Также, согласно документу, запрещается размещать в жилых помещениях промышленные производства и гостиницы. В Махачкале продажу снюса могут запретить на законодательном уровне. Глава Кировского района Салих Сагидов обратился к депутатам райсобрания с предложением подготовить законодательную инициативу в адрес Народного собрания Дагестана о полном запрете продажи снюса. Информацию об этом чиновник разместил на своей странице в Инстаграм. Это табачное изделие стало в последнее время очень популярным среди подростков. Его стали ввозить и продавать в виде жевательного, некурительного табачного изделия. Сейчас его можно свободно приобрести почти в любом городе страны. Хоть и есть закон, запрещающий реализацию табачных изделий на расстоянии 100 метров от школы, все равно имеются факты продажи снюса повсеместно, в том числе и вблизи образовательных учреждений. Написал он в микроблоге. В Онсукольском районе прошла экологическая акция «Зеленые километры». В каждом сельском поселении района были назначены ответственные лица за посадку саженцев. Такие сорта, как осина, береза и тополь, были посажены на территории, прилегающей к районной администрации, вдоль трассы и внутри поселка. Саженцы подобраны специалистами и имеют хорошую корневую систему, что позволит при соответствующем уходе вырастить на все 100%. В акции приняли участие более 600 участников со всего района. Дагестанский мед признан лучшим в мире. На международном форуме, где приняли участие более 100 пчеловодов, наш земляк занял первое место. Пасеку он содержит в родном селе Ташкапур Левашинского района. Как правильно ухаживать за пчелами, чтобы получить самый вкусный и полезный продукт, узнал наш корреспондент Хамза Нурмагомедов. И это один из важнейших процессов. Нужно сократить гнездо, сделать вентиляцию и подкормки подсыпать. Пчелам должно быть комфортно в своем жилище. И все, закрываем обычным полстиком. И до весны уже мы не трогаем их. Семья Курбанов занимается пчеловодством вот уже 17 лет. Начинали всего с двух улев, а сегодня на пасеке их более ста. Вначале купил как бы для себя, так что мед, потом понравилось. И начал продолжать это дело. Мне помогают тоже семейные, как получается, помогают. Сын помогает, жена, брат помогает. Работаем вместе. Работа трудоемкая, зато полезная и на свежем воздухе. Пчеловодству Сирожин обучал всеопытных пасечников Дагестана и России. Теперь он сам делится знаниями и рассказывает, как добывать натуральный мед высочайшего качества. Здоровыми пчелы держать, чтобы хороший мед был. Их возить на медосборы, на другие разные медосборы. Почаще меняем места. Да, вот это секрет, то, что правильно ухаживать за пчелами. Самым вкусным и полезным считается мед в сотах. В них сохраняются все полезные свойства. Проверить качество можно по-разному. Например, струйка нектара не прерывается и складывается горкой. Но, как нам подсказали, лучше покупать лакомство у доверенных и знающих пчеловодов. Мы этого пчеловода знаем, как порядочного, честного пчеловода. Мы видим порядок у него на пасеке, чистота, вовремя проводит обработки. Постоянно он летом ищет новые места, где обильный медосбор, богатый медоносами. И вот результат. На международном форуме «Левашинский мед молочай» признали лучшим в этом сезоне. Он проходил в нашей республике в начале октября. Химический анализ в Москве подтвердил высокое качество нектара. Эксперты объясняют – это благодаря чистой экологии в горах Дагестана. Хамзанур Магомедов, Доут Гасанов, телеканал ННТ, Ташкапур, Левашинский район. Более 30 детей прооперировали в Махачкале в рамках благотворительной акции «Операция улыбка». Напомним, в течение недели международная бригада врачей помогали ребятишкам избавиться от врожденных дефектов лица. И вот по завершению акции в Минздраве прошла церемония награждения. Почетные грамоты и благодарность от регионального Минздрава из рук главы ведомства Джамудина Гаджи Ибрагимова получила вся команда медиков, которая посетила нашу республику. Эта акция прошла на высочайшем уровне благодаря вашей поддержке. Она достаточно долго готовилась. Громадное спасибо за большую организацию Министерства здравоохранения, конкретно Раисе Наримановне, наиболее плотно общались с вам за поддержку. Громадное спасибо за поддержку всему коллективу больницы, начиная от главного врача и до санитарской оперзации. Еще бы хотел отметить уровень больницы, уровень оснащения больницы. Мы мало где такое видим. Действительно оснащение великолепное, великолепные наркозные аппараты. То есть условия были созданы очень хорошие. Операция «Улыбка» проходит несколько раз в год в разных уголках планеты. Работать в одной команде с лучшими врачами мира пригласили и дагестанских хирургов, которые выполняют такие же операции на базе Республиканской клинической больницы. Уже запланирован и второй визит специалистов в нашу республику. В январе в ожоговом центре Республиканской клинической больницы будет проводиться отбор маленьких пациентов после тяжелых ожогов. Это была последняя информация в этом выпуске. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин